Работа на результат. Больше ста команд из 20 стран и тысячи спортсменов. Все это бриллиантовый кубок мира по кикбоксингу. Среди участников четыре воспитанника известного в городе тренера Виктора Кушнира. Подготовка к соревнованиям длилась несколько месяцев. В итоге новой рингойцам удалось вписать себя в спортивную летопись мира. Они завоевали две серебряных и две бронзовые медали. С победителями встретилась Виктория Воронецкая. Ясно ли нет? Связочку подхватили 2-3 удара. Поняли ли? Все, приготовились, начали бокс. Работаем. Шесть дней в неделю здесь оттачивают удары новой рингойские спортсмены. Из числа последних достижений две серебряные и две бронзовые медали бриллиантового кубка мира по кикбоксингу. Семье Артема Ашурова никто не настаивал на том, чтобы сын записался в секцию. Молодой человек пришел по велению сердца. Кикбоксингом я решил сознаться для того, чтобы поддерживать форму, не сидеть дома. И, если что, защитить близких своих или просто помощь кому-то на улице, если будет кто-то нуждаться в помощи. Трудно отыскать в новом ринге человека, который хотя бы раз не слышал фамилию Виктора Кушнира. Тренер с 20-летним стажем зажег не одну звезду кикбоксинга. По словам его воспитанников, человек он суровый, но справедливый. Тренер у нас требовательный. Он четко знает, чему нас учит. Требует от нас выкладываться на полную, как, сигна, по мере своей возможности. И если ты будешь на тренировках, плохо работаю, у тебя не возьмет никуда. Просто так не возит спортсменов. Тех, которых выделил потенциал, только тех у нас на соревнованиях. Упорство и изнуряющие тренировки приносят свои плоды. Казим Бабатов и Нурадзил Алиев были удостоены чести попасть в сборную России по кикбоксингу. Выходя на ринг, невозможно предугадать поведение соперника. Да и вопросы к судейству, едва ли не после каждой схватки. Были сильные соперники. В финале попался чемпион Европы. С ним боксировал. Я думаю, что я выиграл. Все три раунда я вел бой. Победу ему. Когда я выхожу на ринг, забываю обо всем. На ринге есть он мой соперник и я. Я должен показать, что я сильнее. Победы на соревнованиях не всегда кажутся очевидными. Чтобы судьи не усомнились, кому отдать предпочтение, выход у спортсменов есть только один, отмечает тренер. Надо готовиться больше, сильнее, акцент ставить на удары, для того, чтобы у судей не возникло никакого сомнения, что этот человек выиграл. Просто заканчивать нокаутами. И все. И тогда будет классно. Умение не падать духом после досадного поражения – признак силы характера. По словам Виктора Кушнира, из этого зала, если и уходят, то ненадолго. Спустя время обязательно возвращаются. Чтобы доказать, что впереди будет еще далеко не одна победа. Виктория Воронецкая, Артур Цивилюк, служба новостей «Импульс».